Последние звонки прошли в Евпатории. Традиционно на линейке лучшим ученикам и победителям всероссийских конкурсов вручили грамоты, а выпускников поздравили с окончанием школы. О том, как прошел последний звонок в одной из евпаторийских школ, в нашем сюжете. В этом году стены учебно-воспитательного комплекса «Интеграл» покидают 4 класса, а это 87 выпускников. Примечательно, что 90% из них решили сдавать ЕГЭ. Волнуются за ребят не только родители, но и учителя. Конечно, мы переживаем, волнуемся, потому что у них нет большого опыта, но очень надеемся, что они правильно рассчитали свои силы и успешно пройдут это испытание. Большинство из выпускников уже определились с планами на будущее. Среди них и Валерия. Всю жизнь девушка занималась танцами, поэтому поступать будет именно на хореографа. Сегодня выпускница делится секретами успешной учебы. Усердно учиться, завлекать себя учебой, ведь много всего интересного, многие ленятся, поэтому нужно находить всегда интерес, находить что-то для себя. Кто-то будет поступать в крымские высшие учебные заведения, а кто-то в федеральные. Но перед этим еще предстоит сдать экзамены. Кирилл собирается в Астраханский государственный университет, будет сдавать русский, математику, общество знания и историю. Хочу защищать закон, следить за органами правопорядка, чтобы они добросовестно выполняли свою работу и не брали взяток. Сегодня привычный звонок звучит для каждого из них по-особенному, ведь он последний. С напутственными словами к ученикам обратилась заместитель председателя Совета Министров. Вера в собственные силы, потому что у вас сейчас резко изменится жизнь. Не будет рядом педагогов, не будет рядом мам и папы, не будет одноклассников. Вы идете в абсолютно самостоятельную жизнь. Не бойтесь допускать ошибки, потому что всегда есть возможность их исправить. Последний звонок, а за ним и последний урок. В будущем ребят ждет не менее увлекательная, но уже взрослая жизнь. Анжелика Завгородняя, Алексей Романов. Время новостей. Евпатория.